Всем привет, большие и маленькие любители крупных калибров! С вами сегодня в эфире Александр Петров И у нас, как-то не странно, видео с турнира Которое называется тренировочный турнир И у нас бой между командами Бейла Схарона и Фулл Хаус Флэш У меня тут в моей комментаторской кабине больше никого нет А вот где-то на другом конце провода из Сочи вещает у нас мистер Скиппи Скиппи Ты засранец, ушел куда-то Ну ладно, рано ли Мы проиграли с Майлом А, вот он, Скипп, ты тут Скиппи, я про тебя уже все рассказал А, подожди, я сейчас вот так вот поставлю Кому что? Ты меня слышишь, да? Я тебя уже представил Да, ты меня не слышал, но ничего страшного, Скиппи Это у нас Скиппи из сквадов и из команды Мэрин Гвардс Я думаю, что он нам может много чего интересного рассказать про турнир Скиппи, расскажи, как проходит турнир нынче Ну, добрый день, добрый вечер, здравствуйте Турнир проходит очень интересно, я вам скажу Очень много сильных команд, сыгранных и вообще новых команд И я вам скажу, тридцать команд это большой шаг Большой шаг к киберспортивному корабельному сообществу Ну, а вообще, вот сколько у нас тут команд, кстати, участвует? Давай посмотрим Тридцать три Тридцать три команды Я думаю, что в этом подготовительном турнире Это как бы будет кошки на слезы Потому что на большом турнире, на мартобой Я думаю, что будет не меньше ста человек, как ты считаешь? Ну, ста команды Понимаешь, вот самые активные и самые команды, которым это интересно и нужно Они сейчас здесь Именно этот турнир, который организовывают Тузы Слифан, спасибо вам большое за эту возможность Это и есть проверка стрессовая, проверка именно турнирная Проверка тренировочная готовности команд к мартобою Так, сейчас, одну секунду, я еще настроюсь То команд, конечно, много, я думаю, команд 50 будет Но кто не играет? Вот кто из сильнейших не играет в этом турнире? Не играют котики Котики, это минус Большой минус Здесь играют сборные команды Например, Smile Gaming Ну, я уж не знаю, сколько они сборные Но вот Dangerous и Just V Это, и Smile Gaming United, это совсем не то, что мы видели раньше, скажем так Потому что драконы мы привыкли Есть там драконы Есть Smile Gaming, там еще какие-то Вот эти названия команды я вижу впервые Ну, люди новые вливаются в командные, да, в команды То есть здесь как раз проверка идет составов То есть все равно прошел какой-то там драфт Какие-то люди новые появились Есть возможность накатать в условиях турнира Ну, не под самые хорошие призы Грубо говоря, но под стрессовые, скажем так Турнир это стресс Это проверка Поэтому вот как-то так вот Проходит накатывание, новые команды, новые люди Ну, мы же видим много достаточно новых лиц Да, пусть у них там в графе поражений пока значится цифер В графе побед значится циферка 0 Но, тем не менее, это в любом случае опыт Я вот даже по команде БЛС могу сказать Что они реально, вот с чем они начали турнир Из-за чего они сейчас уже дошли Это, так говорят, у нас в Одессе две большие разницы Именно, экзекли, как говорят на странах Запада Через, вот сколько, 11 команд, 11 команд в группе 10 игр Каждая игра, это новые какие-то, во-первых, знания, эмоции, впечатления Они смотрят на тактику других команд Сильных команд, подчеркиваю, сильных команд Это опыт, большой опыт Я думаю, что все, кто хотел принять участие в Мортобое Побороться действительно за какие-то крупные призы Им бы реально стоило принять участие в этом турнире тоже Ну, может быть, конечно, у кого-то нет времени Но, на мой взгляд, Склифф сделал все более чем казуально для игроков И здесь большие поблажки, скажем, даже для новых команд Там в плане игроков, если там что-то не получается Всегда Склифф подсказывает Мне кажется, что кто участие не принял, друзья Это ваша большая ошибка Нет, Склифф молодец, на самом деле Вот есть люди в кораблях у нас, да, в сообществе Которым интересно развитие этой игры, да Интересно развитие вот именно таких больших ивентов И Склифф один из таких человек Спасибо ему большое за организацию турнира Поверьте, это очень большая работа Это очень много усилий Собрать, организовать Четко держать все в скайпах там На контроле Молодец, спасибо большое Да, Склифф просто, как всегда, красавчик Кстати, по поводу Склиффа и пчел и так далее Есть такая информация Что в ближайшее время, в течение недели или двух Будет проведен достаточно интересный шоу-матч Между двумя командами из альянса Лэйр Из пчелок Будут они, они планируют сделать матч без дымов Вот такая интересная история То есть в формате 9х9, но без дымов Интересно, какие корабли они будут брать без дымов? А вот это да, это интересно Пока ничего мы не можем сказать на это Ну это такая маленький слив инфы Посмотрим, что будет И в частности у меня на канале Будет происходить трансляция этого матча Так что, друзья, не забудьте подписаться И ждите, ждите анонсов Ну вот, кстати, знаешь, мы тренируемся как раз с пчелами, с лэйрами Они тоже, кстати, тренируются и бизы, и лэйры вместе Там такая сборная маленькая Есть неплохие игроки, очень хорошие И мы с ними тренировались На одной карте они нас, на другой карте мы их В общем, интересно И ты знаешь, вот эта информация, на самом деле, прикольная Без дымов, конкретно Это будет очень-очень интересно посмотреть Я думаю, что же там получится, это очень интересно Но, дело в том, что, понимаешь, я разговаривал с разработчиками на тему турниров И как вообще можно поднять какую-то движуху в процессе матча Потому что, действительно, у основного сплошное стоялого, дымилого Но разработчики говорят Ну вот у нас, понимаете, у нас же в игре есть дымы Мы же не можем ради турнира, грубо говоря, отрезать дымы И чтобы вот там корабли играли Я говорю, ну блин, придумайте, может быть, я не знаю, какой-то формат Самое, мне кажется, правильное, что стоит придумать То, что в дымах, чтобы нельзя было стрелять по другим кораблям Да нет, и два дыма на команду, и там один дым на команду Это вполне реально Ну или, да, минимизировать там дымы до самой-самой невозможности Потому что дымы – это главный убийца интереса и зрелищности вообще киберспорта нашего Ну, здесь я немножко не соглашусь Дымы, вот ты понимаешь, даже если брать реальные корабли У них были дымовые завесы, да Это тактика-стратегия То есть, если не будет дымов Давай вот так подумаем Помнишь, склады тоже организовали турнир? Три на три без дымов? Было Было, это дело, я в нем участвовал Кстати, прикольно Агрессивно, динамично, интересно Там реально проверяется скилл Но, как бы, минимум тактики То есть, не подставиться, хорошо стрелять и все То есть, тактическая составляющая, она как-то уходит на второй план Ну, возможно, да Какое-то количество минимальных дымов все-таки необходимо Именно для того, чтобы действительно как-то расположить тактику Этих поставить тут, этих поставить здесь возможно Но, мне кажется, это должно быть просто минимум-минимум Не, минимум-минимум, да То есть, не восемь, конечно, как вот сейчас в рангах Да, заходят там два белпоста, два фиджи, три фиджи там И еще и два эсминка А четырнадцать не хотите? Да Все, и дымим, курим, бамбук, тудым-сюдым Ну, это да, это не тема, да Один дым, это уже будет, знаешь, так вот На сайте, смотри, какой прям интересный грозит на матч Будет по два стримера с каждой стороны Они будут друг друга стрелять? Вероятно Можно я и хавику топлю? Что-то там, по-моему, не того, кого-то кинули к фулл-хаусам Какого-то лютора Из другой команды Ой, смешно, ладно Фулл-хаус, интересно, новая для меня команда на самом деле Мне интересно посмотреть Пообсуждать их батч А Блэсу я хочу сказать одно Ребята молодцы Собрались по интересам Просто Хорошей компании Отдыхают Тренируются Играют Получают максимум удовольствия Да, потому что Ну, как бы, естественно Что так просто, знаешь Не ворвешься И не займешь там призовые там Или даже первые места Но, тем не менее Приятное время Препровождения Общения И в конце концов, знаешь Такой легкий адреналинчик После работы Не повредит Можно же расслабляться Не только сидя на диване Но и Взять себя в руки Пощекотать нервы Знаешь, иногда люди любят Отдыхать-то и активным отдыхом Нет, ну, понятно Не спорю Естественно Вот, заметь Кстати, вот Возрастная Группа Игры корабли Да, World of Forties Сколько? Средний возраст Ну, я тебе могу сказать По подписчикам Моего канала Средний возраст У нас 25-40 лет Вот Именно Экзекли Как говорят на западе В наше время В 90-е годы Не было Ни компьютеров Нормальных Ни нормальных игр И вот Этот этап Прошел мимо нас Не хватало В нашей жизни Вот этого Чего-то Вот такого-то Сейчас мы Наворачиваем Надерстываем Наворачиваем Сидим и наворачиваем Так Что-то Никак там Full House Не справляется Со своей командой Сложно Это все сложно Так Ну Посмотреть пока Что у них тут есть Достаточно Слушай, а я С самого позволения Расскажу о турнирном положении Этих команд А давай Страничка С группой С Где у нас играет Full House Flash И Блэс Харуна Как мне сказали правильно Харуна 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 Да Команды Занимают Диаметрально Противоположные Значит Положения В группе Full House На третьем месте Имея Значит Пять побед И одно поражение А у Команды Харуна Две победы И Шеи Пять поражений Семи игр сыграно Вот Остается всего Три игры Кстати Получается Да Ну В группе Лидирует Smile Game United Без поражения Они идут Шесть матчей Выиграли Russian Alliance Кстати Вот Russian Alliance RA Да Они очень хорошо Играют во всех Группах Вот я тебя Перебью Но Russian Alliance Настолько Интересная для меня Команда Это люди Которые участвовали По моему Во всех Возможных Турнирах Которые существовали Именно Да Я с тобой Согласен Я очень Смотрю за этой Командой К сожалению Каких то Вот прям Ну вот По моему Выше третьего места Вроде бы Они не поднимались Поправь Меня себе Не прав Я вот Я тебе прям Не скажу Конкретно Потому что Ну Бот Турниры проходят Там Раз в два месяца То есть Три Они постоянно Играют Они на виду Это одна из Топовых команд Я вообще Без всякого Этого скажу Реально Топ 5 Да Это Это абсолютно точно И бесспорно То есть Ребята стараются Ребята участвуют В каждом В каждом чемпионате Я их видел Везде Без исключения В любом Турнире Который я комментировал Я их везде видел Пусть не везде Им там на 100% Сопутствует Удача Но Возможно Как бы Рано или поздно Я знаешь Каждый Каждый Темпионат Как вижу Решен Альянс И желаю Вам В следующем Сейчас Ты Renee Три команды Сейчас принимают Участие В турнире В группе А Решен Альянс Дельта Занимает второе место В группе В Решен Альянс Браво Занимает пока Пятое место В группе С Решен Альянс Основная команда Занимает второе место Без поражений то есть три команды три сильных команды до идут во главе таблиц относительно да там не на первом месте но рано действительно рано или поздно они стрельнут вот расскажи мне кстати скип что будет после того как закончится групповой этап я не очень знаком с регламентом чтобы дальше судя по всему я вот когда читал правило манпул то есть две лучшие команды выходят дальше другу 2 лучших из группы до то есть это будет по дополнительным показателям скорее всего или это получится кука там чтобы не обманывать на наших телезрителей сейчас я попытаюсь найти но вот я же чек и спорта я по логике рассуждаю подождите у нас и команды противников кого кто-то вылетит ничего страшного мы тут вообще пока занят своим делом разбор идет да мы на фоне пустого экрана можем вообще долго рассуждать подплата плата из скилл то не продвижная система с максимальным количеством от 16 после завершения группового этапа проводится финальный этап куда выходит по две лучшие команды из каждой группы то есть это уже шесть ну и две команды наверно еще довеска мы это проводится по олимпийской системе без матча за третье место призовые между участниками полуфинала делятся поровну а как они это все представляют шесть команд по лимпийской системе поэтому скорее всего доберут еще две команды да наверно еще бы да и сделаю четверть финала четверть финал полуфинал и финал получается тогда нужно железно занимать либо два первых места в группе либо прямо очень сильно стараться и добивать еще еще очки как во первых место железно выходит четверть финал да и попал в дополнительный показатель я думаю скрифанчик подкорректируют а там даже божью помощью регламент именно потому что мышь никто не будет против да конечно вот как по каким дополнительным показателям это уже другой вопрос да то есть изначально это в регламенте должно прописываться я как судья все российской категории по керлингу вот какой серьезный человек друзья у нас в гостях между прочим посмотри команда эйбл хэнс из группы б не сыграл ни одной игры все-таки они себе техничку записали полный нуль у них всякие возможности знаешь это кресло кто-то не смог там два три человека не смогли команда там 9 10 человек 23 не смогли техничка мне кажется проще было бы добавить каких-то к себе там игроков может быть но мы же не знаем что происходит там у и было еще у кого-то да там другой еще раз формат этого турнира он правильно называется тренировочный еще раз скажу спасибо склифу и не стою не стану это говорить он сделал все правильно изначально я вот я даже участвовал в этом опросе он сказал как вы хотите чтоб этот турнир проходил быстро медленно через день абсолютно верное решение просить участников прямая демократия короче так а между делом мы начинаем давайте я перечислю какие же у нас какая техника у нашей команды здесь принципе вариантов то не так уж и много все как он орка бисмарк 2 атака чапаев кутузов бенсон и внимание широцу и что у тебя хороший выбор хороший выбор у меня в команде у фоу хаоса норка ама окраина маги все как он на читали атака 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 не суть важно чапаев кутузов и бенсон и кагера все-таки кагера таком формате в общем было принято решение что каждый подбирать под себя но как ты считаешь кагера и шрацуешь что все-таки лучше шансу и ты понимаешь это 16 торпед ну вот мне тоже так кажется так я уже взлетаю я взлетел смотрю значит на раскладку наших пока какой-то хаос творить потому что много народу поэтому сложно как судить что происходит я могу сказать по нашим командам планируют наши атаковать точку а и точку б а на точку c направляется направляется ли он просто зависнет пока стоит просто один чапаев непонятно то ли он застрял то ли передумал наверно догонит пока немножко нет проснулся бенсон весь ордер основной направляется где-то между быть точку а то уже собираются захватывать кагера и кутузов готовятся туда оказать сопротивление вам так у нас теряет наш авианосец своих торперов отдает и видимо сейчас потеряет бомберов как-то странно зачем он так отдает сразу две группы самолетов засвечивается ваш первый кутузов ну след за ним норка но это кстати достаточно неплохой вариант я еще кстати видел вариант когда отправляют два атака брать точку я кстати достаточно интересно потому что два атака сменяют друг друга и хились очень даже не дурно живут а наш бенсон протягивает дымы значит а маги готовится топает чапаев поджимается под остров чтобы иметь возможность отрелосить точку б и точку цепи вану до классика жанр тот самый остров витамин кого светится кутузов у вас уже лекса немножечко уже потерял хп витамин сейчас под огнем непонятно зачем так он вперед сильно далеко вырвался да под под огнем прямо довольно много засвечено ваших кораблей пожар совершенно непонятно почему наш все как у так быстро потерял свои самолеты он просто отдал все свои ударные группы вот минимум три штуки под истребители потому что здесь какая-то ошибка и три точки забирают ваши команды да 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 на всех трех точках гера бенсон и атака атаку видите да значит контролируют опоры эскадриле топоров дам здесь здесь все под засчепа его видно получает небольшую плюшку бенсон светится и сбивают захват с когера когера под фокусом возможно сейчас по нему упоролся немножко когера и если тут есть у вас чапаев чапаева к сожалению здесь нет здесь есть кутузов нет конечно плохо если здесь был чапаев это был бы очень круто вот дагера был бы минус сто процентов в итоге делают ошибку блс дают двое дымов зачем-то сдает бенсон и зачем-то сдает кутузов не ну это скажем так ошибка всегда ну не новичков а людей со слабыми нервами да ну да наверное так так атака пропадает от света торпеды засвечено вот истребители по крайней мере делать свое дело сейчас посмотрим как торпеды зайдут в дымы хорошо я боюсь что сейчас мы потеряем крейсер да очень даже можем потерять крейсер нет две пачки не заходит возможно зайдет одна или две торпеды в лексу сейчас посмотрим нет нет проходит мимо нормально в ответ отправляется торпед но они наверняка в засвете от бенса на широкий вверх а в засвете видна к гера видно а маги на свете а маги норка их носом видят пропускается нормально так ну такая жесткая перестрелка за точку а к гера молодец у full house и держит прям до упора точку не был карабель светится с пяти четырех воздух вы пока проигрываете поэтому он себя чувствует комфортно сейчас full house начнет с точки б окружать всех и просто расстреливать весь мир было совершенно верно причем атака и кутузов присоединяются к ним уходят а точки ордеру к основному я небольшим ордером будут заходить просто на вас носом имеем преимущество две точки без проблем особо не агрессивно и очень плохо со светом у блс ничего не видно видно только вот гоняется три истребителя зачем-то за одним эсминцем чипаев свете атака свете каравина норка свете идут торпеды в дым и кстати заходит наверное нет не заходит не заходит торпед но был близко дверь скадрилле значит ястребов летает на . спокойно контролирует воздух ну вернее они пытались на рассветить к гера но как-то это совершенно не получается свете и по нему и жесткий фокус отыгрывается вас верхом сейчас отправится домой походу да он под он горит 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 видимо он в этом самым рлс пошел рлс пошел а пошел рс от чипаева который стоит дамыканы ну да все поиграл походу здесь очевидная ошибка я вот всегда знаешь говорю что когда тебя светит рлс на какой хрен вы вылезаете из дымов то есть ну поерзайте вы вперед-назад а так ты гарантированно вылезаешь из дымов тебя светит ставик и до свидания так ну что первый минус у нас отправляется на дно широтцу и чипаев до успешного отстойчив в дымах под точечкой b успешно все это дело разбирает две пачки торпед просто не доходят вот идут от шире две пачки в дымы не доходит они зайдут 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 а маги поймает 2 так ну что какой план пока команда был с напоминает такое вытаскать ордер потерялись потерялись как бы надо что-то идти носом туда но там весь ордер не вытанковать ничто не сделать их надо как-то причем сейчас я так понимаю что атака тоже еще выйдет на ударную позицию которая находится там в районе леницы и оттуда будет тоже стрелять ну сложно сложно что-то сделать здесь сложно открывать кутуз прикрывает бисмарка морг стоит одна очень очень про и кого воздух просто след был безобразно почему-то нашего пускает торпеды туда вот к вам в лексу и лекса прям очень под хорошим фокусом находится чем-то вылезла из домов ну и здесь видно и совершенно непонятно почему зачем так был вылезать из домов и какой план вообще на самом деле ну что здесь как бы инициатива отдана то есть команда немножко потеряна чапаев выходит танковать сейчас он под фокусом умрет это однозначно да вот идет за там то есть ну в принципе надо как в этой ситуации что нужно делать пытаться линкорами немножечко вперед вытанковывать под дымами но у них уже маловато хп для того что прямо там дону совать пытаться кого-то но света нет воздуха до самолеты проиграны да и сейчас у нас бисмарк заходит две торпеды и может быть кутузов счету примет может нет нет не ловит так бисмарк что бисмарк куда-то идет вперед в этой ситуации обычно спасает пару минусов да да нужны минусы конечно но здесь дело в том что уже очень приличным проигрыш идет по очкам и достаточно сложно что-то сделать причем непонятно кого стрелять стреляют вообще во всех разных я вижу что блэк каролин стреляет в такао это совершенно бесполезное занятие потому что такао естественно в случае чего моментально отсветится и засветы и нет и не предвидится весь остальной ордер стреляет по дымам да ваша команда светится полностью то есть пять кораблей светится сейчас рекса дает дым на бисмарка тоже конкретного фокуса вот чапаева фокусят но это понятно и рлс в первую очередь вот атака включился наш так есть случилось рлс чапаев но и больше чапаев сейчас поиграет а маги в засвете опять идут торпеды торпеды в сторону кутузов с бисмарком вот что могу сказать по авианосцу не смотря на то что он очень плохо отдал воздух несмотря на то что он в по но по крайней мере он исправно светит торпеды я думаю сказать плюс всегда в турнирах потому что алики здесь не рандомный они здесь конкретно наполняют летают там где им приказали и все равно не будут всегда светить поэтому к вопросу о шарюдзе почему за в минус надо брать не брать 16 торпед они все равно будет светиться но процент попадания 16 торпед понятно высок но посмотри как сейчас отбрасывается и к герой бенсон все торпеды заваливаются сюда в бисмарк и почему-то совершенно нет засвета эсминцев откуда не бросают так торпеды они перед ними катаются буквально вот к гера бэнсон бэнсон сейчас дает дымы для всех к гера на точке б прям в центре света нет потому что свет отгоняют вот ястребы красные летать почему не зайти не попытаться на б почему не засветить кого-то ну сейчас уже поздно это делать да непонятно а их здесь в плане света сыграл очень плохо светится только те кто как я вот говорю знаете стреляем только туда кого показывает вот сейчас опять к красные торпедки пытаются бенсон проходит мимо заходят дымы в дымах никого нет вот мамаки дойдет не дойдет все но убедительно убедительно пока играет full house ничего не скажешь блс больше напоминает какой-то разрозненный рандом надо что-то делать это просто немножко потерялись а далее преимущество преимущество было потеряно преимущество в воздухе в первую очередь ну и за счет этого все остальное тоже как-то ничего страшно я думаю что они соберутся в принципе естественно думаю что они понимали что играет сильной командой и и хотя конечно это не лидер рейтинга но тем не менее это вполне себе крепкие серединки нашего с вами чемпионата а для начинающих таких как блс это уже достаточно серьезный противник вот еще получилось так что обе команде решили отыгрывать а б то есть этот атака который пошел на цена у холкауса он как бы так вот не будет никого возьму точку кто-то будет я значит помешаю захватить уйду и как бы немножечко помешаю в этом плане вот видишь атака который заточен в инвиз и вообще в принципе это очень интересный вариант потому что исполняет роль такого эсминца если никого рядом нету он может захватить точку может спрятаться может уйти может похилиться и в этом плане вот отправлять одного атака вполне себе такая логичная тема тем мы играли всегда в этих командах есть атака хотя вот не поверишь и говорил с конгрессом где такие атака не знаю у нас таких атака нету или с кем ты не помнишь с кем говорил или заданешь шторм вместе снизу поэтому идут наверное атака не берут причем интересная ситуация во всех группах ежи это одни из топовых команд с альфа начиная до которые играли во всех турнирах и всегда занимали призовые места а тут случилось так что во всех группах они находятся как бы в аута я ежи основная команда например предпредпоследнем месте группе а ежи три девятый вау на седьмом месте в группе d что-то пошло не так ну я бы тоже знаешь не сказал бы что ежики когда-то там занимали какие-то уж прям высокие места они играют давно ну наверно так же как и рашн олайн с каких-то вот героических достижений от них пока не обнаруживается не ну ты же понимаешь когда говорят просто пиши а все спрятую ежи это на слуху они да они очень давно играют сыгранные ребята а главное что они не боятся чтобы их стриме поэтому эту команду будут знать но еще от всякие пиарщики типа конгресса которые тут сидят и пиарятся на стримах поэтому это хорошо я вам скажу свежая кровь нужна вот ты понимаешь я вот заходил на стрим к дактару да там вот эти дети хоронят коня умка то есть ну так общаемся немножечко бац умка уже в складах очень неплохой игрок дети хоронят коня в складах не дети умка умка а умка да 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 он у нас уже в складах очень неплохой парень хороший как бы игрок это хорошо пиарит всегда хорошо сейчас пытаюсь понять результаты первых игр но чуть пока не ну там да там бардак не все закрыли лайнапы технические точки зрения это поражение все же лайтовенько дала то винька разрешают те понимают ну знаешь это в принципе привлекать там грубо говоря новые команды и сразу их кошмарить это наверно не очень прикольно так но посмотреть действительно кто же тут сыграл вот наша киришима блс другая команда из блюстил проиграла все свои матчи кстати они тут играли и с вами дайче 16 числа играли играли было такое на сегодня вот с мс флит но мы посмотрим что у них сегодня еще один матч киришима проиграла уже но мс флит а сейчас они играют спрайдами бутрейд тоже проиграет наверняка да команда тоже достаточно такая известная хотя и без их и серьезным достижения это сильные команды это гиперборея вот это как бы их от сильно не воспринимает долгу не могу сказать наше впечатление до турнира до первых игр какие команды рассматривались как основные соперники предположим да естественно ежи рассматривались смайл гейминг даст не гиперборея русский альянс в принципе особо не рассматривался как основные соперники но мы с ними еще не играли у нас еще играться заходи так ну вроде все у нас собрались надеюсь что в этот раз будет повеселее все-таки здесь очень много зависит от алик потому что достаточно открытая карта и нужна хорошая информация для команд что же происходит кто куда идет и карте достаточно большая алик это 40 команды помимо все прочего на линии разлом на предыдущий она все-таки маленькая то есть несмотря на то что там есть какие-то еще места где могут корабли передвигаться чисто на практике вся движуха идет именно вокруг центральной вот этой акватории а здесь карта хоть и тоже воюет вокруг центра но длинная здесь три точки причем все точки играют а на линии разлома там две крайних точки и как захватил и забыл вся движуха вокруг центра но вообще эта карта я верю что многим уже набила оскомину эти соседи с этими ранговыми боями и те кто в рангах играл для них тут все более-менее понятно что делать слушая это перебил окажется лэйр это заявленная у них одна команда да конечно я же я же скажу вот они сегодня играют со сквадом с драконами и вот интересный матч я вам скажу да был бы интересно посмотреть но боятся ну я уж не знаю может они-то и не боятся я не спрашивал но поскольку кто-то боится я ее не пошел чем они лидеры первое место делят друг друга вообще лэйр это же действующие чемпионы лэйр сибисом я тебе так по секрету расскажу это чемпионы турнира как у нас там был до этого официальный турнир старость нерадость дрема не тюльен прок там червог петя вода это вовсяного нормально вольф штрудель это сам кирюха вертал улич егор да это вот склады это про кого это я про своих про драконов и самое интересно мы их на тренировках обыгрывали постоянно да 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 я знаю и они сейчас делят первое второе место с лэйрами вот сегодня матч за первое место в группе б да это будет конечно интересно посмотреть на этом что дракон проиграет если честно да вот даже будет интересно посмотреть но на моей памяти дракон ни разу не выиграли у пчел сейчас можно кстати посмотреть туда же статистику лет должно быть еще глянем а ну тут сожалению команда без флит тут нет истории матч запускается матч поезд поменялись да теперь наши будут сверху фл хаос этого блесники будет дрем ушел в драконов он изначально там был как образовалась команда squad dragons изначально был squad dragons потом вышли люди сделали смайлов оттуда потом одна пачка вернулась снова склад и образовался squad dragon снова ему дает тему-то я знаю дрема он сейчас у нас там инструктор дрема это вот главарь и драконов мы объединились раньше я был уже скажем в боксах в листах но шеф ушел по семейным обстоятельствам шефа то помнишь шикарный шеф нет нет человек пароход он ушел по семейным обстоятельствам команда немножечко распалась и вот у нас половина слов драконом я папа марина ну я знаешь как-то склады особо так если честно никогда не были замечены в вершине турнирной таблицы если уж контр и ну а не везде участвовали конечно возможно в районе там апрельского топилова может быть но я поеду дальше был далек наши команды мы заняли второе место предыдущий или предыдущий а не передаю привет пользуюсь своим парням бывший а тратик и значит у вас гарик плюшкин и мурчик так перезаход у нас не пройдет ленька все-все-все пишут да не про груз давай перезагоним лет бывает сша разграбы же обещали специальные какие-то прямо в клиенте я тебе солью опять же немножко инфы значит во первых будут какие-то специальные турнирные карты именно вот проблем из того что марта бой переехал в апрель вот это именно дело в турнирных картах то есть их не успели доделать и как бы поэтому поэтому так и произошло это раз а во вторых делается специальный турнирный ну модуль не модуль ну в общем для стримеров чтобы им было удобно все это смотреть и комментировать делает кстати андрюха бодобест который сделал уж команд с картинками кланов молодец не усталю не устал хвалить некоторых людей известный этих вододелов мододелов и вододелов тоже да делают игру приятнее гораздо комфортнее качественней так улице на месте сейчас попробуем перезапуститься ну самое приятное что все вот эти вот новиночки заезжают в клиент то есть таймер дымов и информация по миникарте и круги и так далее тому подобное причем так сожалению круг рлс вот пока не смогли у нас разработчики в круг рлс это конечно печально самое приквально знаешь я привык пользоваться модами прошибся мнение да но порой забываешь что уже есть в клиенте а что есть вот паки ну на мой взгляд самая супер полезная тема это конечно угломер потому что у нас пока совершенно непонятно куда идет корабль по дымам там не всегда это определишь абсолютно согласен и этот самый таймер дымов абсолютно согласен 2 какого-то вот еще светофор почему-то у меня не работает светофор у меня работают вещь конечно полезная но у меня у меня да мне не пашет 3 3 полезный очень мод светофор что еще вспомнить да можно не хочу просто строить я его тоже не ставлю никогда разочаровываться зачем ну давай пока не там разбираются команду нас запуском подытожим проблемы команды блс почему было плохо на мой взгляд две главные проблемы как уже мы говорили потеря воздуха раса и вторая достаточно серьезная проблема это отсутствие хорошего фокуса что скажешь но это две основные проблемы турнирных боях для чего они берется действительно свет эсминцы они в турнирах не светят они выполняют роль дыма завесы торпеда спавна и взятие точек светит авик если проигрывается воду 50 процентов боя вы проигрываете что касаемо фокуса фокус это дело наживное то есть четкая команда четкий фокус по кнопке f3 и ему хорошо да еще немножко ну проблем конечно было с попаданиями тут ничего не скажешь но это тоже да дело наживное надо настреливать опыта у ребят поменьше да нет вы вот скажу про волосы вы на правильном пути ребят то что вы сумели организоваться сумели же сразу же там месяц плану нет по моему да зарегаться в турнир участвовать в турнире понимаете 33 команды судя по всему там на марта мной будет больше но вы сейчас получаете гораздо больше опыт чем эти остальные там команды которые сейчас не зарегались и фокус разбор тактик все записывается разбирается грамотный командир он всегда разбирает бои потом до боя смотрит что делать то этому надо учиться и это надо проходить я думаю что школа конечно здесь будет отлично надеюсь что впрок конечно конечно я понимаю что вряд ли выйдут обе обе команды из клана был с именно на марта бой но если из за тех кто поучаствовал кто сможет кто захочет поучаствовать я думаю что они могут собрать вполне себе даже достойную сильную команду почему не не опыт там же денег не надо платить за участие дело в том что все таки есть проблемы с составом не всегда есть тучу опять господи опять перезахода что такое ладно хорошо еще раз перезайдем давайте долго 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 ребята собираются да ничего страшного бывает и я тебе говорю что именно собрать две команды которые там всегда всегда смогут посещать и всегда чтобы была нужна техника у это будет сложно я думаю для блс согласен согласен ребята новенькие ребята только сыгрываются да но фишка в чем участвовали команды обе команды играют двух разных группах то есть нужно собрать полностью грубо говоря досье на все бои двух команд посмотреть собрать фидбэки кто может кто не может собрать одну пачку запасными их наигрывать это сложный момент да и в том плане понимаешь сейчас типа допустим мы с тобой у нас есть там много разных кораблей то есть не хватает там чапаева окей там возьму чапаева этот возьмет того как не хватает хватает ну образно выражаясь вдруг там не пришел кто-то у меня вся техника на самом деле есть вот видишь у меня тоже как бы много всего разного есть наличие а у ребят естественно там у кого тысячи боевка от полторы там может даже и меньше естественно там далеко не все накатаны и до восьмого уровня ты знаешь не до пятого до качаться я скажу одну фразу главное желание и туда если есть желание то рано или поздно появится скилл рано или поздно появится понимание что происходит что нужно делать рано или поздно появится техника просто терпеть это спорт на самом деле мы сейчас в спорте а что такое спорт это терпение тренировки для чего мы дело. Вот, кстати, большой вопрос. Для чего Настя решила организовать две турнирных команды и получать в этом турнире? Я думаю, проще позвать Настю и спросить ее. Можно сейчас попробовать, кстати. Чтобы доказать, чтобы мы вот такие, мы готовы, мы хотим. Это верно, это спор. Сейчас мы спросим у Насти. Вот, кстати, у нас и Настя Лексик. Капитан команды БЛС. Вот, Скип, я хотел спросить вопрос. Какой? Настасья! Зачем ты вообще играешь-то? Нет, нет, нет. Ты совершенно немножко угадал направление вопроса. Вот мы рассуждаем на тему... Секунду, начну игру, ладно? Конечно. Грамотно отмазывать. Да, ну да. С вами. Настя, вот смотри, мы рассуждаем с Тури о том, что какой большой опыт вы сейчас получаете. Будет ли одна или две команды в следующем турнире. А вот тут возник такой полемик. Для чего вы вообще участвуете в турнире? Ну, потренироваться, чтобы команду... Для чего вы тренируетесь? Ну, чтобы всех надрать в мордобой. Вот именно эта спортивная составляющая, чтобы надрать всем задницей и показать, кто в доме папка, мы участвуем. Мамка. Мамка. Ладно, значит, спасибо тебе. Топыть своим. Здравствуй, смотри, Архат. Все, пока. Надрать всем заняться. Отлично. Хороший, кстати, вообще. Отличный ответ. Надрать всем задницей. Ну, вообще, это очень большая школа, что и даже ранговые бои. Вот не знаю, что там посмотрим с командными боями будет тоже. Но я лично за себя скажу, что я провел даже несколько тренировок в клане, в тузах, когда еще там буквально только начинал играть. И вообще, я очень многим интересным вещам научился, и многие из того, что я почерпнул, для меня до сих пор актуальны и, в общем, очень полезны. Поэтому это очень большая школа, все эти бои. Именно в турнире, против других команд. Это позволяет... Это позволяет... Это позволяет... Это позволяет утопить Орлана. Орлана. Айбин, не утопить. Ну, и что? Да, совершенно верно. Это позволяет получить ни с чем несравнимый опыт, который обязательно пригодится вам. Ну, и в рандоме, естественно, и потом где-то в других достижениях. Итак. Какой план? У нас вся та же самая схема. Сейчас планируют установить Чапаева в стандартный остров и берем и АБ. Слушай, у нас Атага отправляется на А. Ему параллельным курсом идет Кагера. На С пока никто не идет. Хотя вот нет, подожди, кто-то идет. Но С еще... Тоже один Атага отправляется на С и вся пачка поджимается между С и Б. Ну, вообще, тактика, конечно, с одной стороны интересная. То есть, они забирают сразу там две-три точки и от этого уже пляшут. То есть, изначально заставляют противника наверстывать и нервничать, как-то там менять планы, придумывать. Но с другой стороны, вообще, эта тактика должна достаточно просто контриться тем, что весь ордер противника должен собираться в одной стороне и наваливать по щам тем одиноким товарищам, которые идут и отправляются куда-то брать точку. Тем временем Лекса светится, Бисмарк в свете, Норка была в свете, но также вот опять в свете. Немножко аккуратнее начал играть Алик ваш. Да, я вот тоже смотрю, умудрился не потерять таких своих торперов этот раз. Так, у нас тем временем Атага идет на С, один, его светят бомберы, скорее всего, да? Так, Атага, да, светит бомбер, но к ним подбирается уже истребитель и сейчас, походу, будет опять потеряна авиагруппа. Тем временем Кагера и Атага идут на А. Ваш Б на свете. Ну да, раскатывается опять же по всем странам совершенно то же самое, что и в первый раз, только диаметрально противоположно. Так, скорее всего, Атага возьмет снова С, спокойно, без... и всем ордером вы зайдете на Б. И там... на Б мы кстати не на... Да, мы зайдем на А и там и останемся опять, я так чувствую. Ну да, пошли, Повторяется. Опять, в свете почти весь ордер, четыре корабля. Норка уже получила на две цитадели, походу, да? Да, достаточно больно уже. 20 тысяч. в свете идет фокус Ататага. Атага горит. Пошли торпеды, Ататага и Б и Кагера. Все как вы что-то там заснул, он двигается нормально. Так, ну что, точку А забираем. В свете, БЛС-в кусок в свете, сведятся его торпеды. Хорошо, кстати, в Беню идет нашего, но я думаю, Беню тут как бы рукастый, я думаю, он это все видит. У нас тут тоже идет две пачки торпед. Кстати, два крейсера достаточно плотно, посмотрим, чем им это грозит. Вот Чапай пройдет, Максим, так. Они доходят одни торпеды. Не, нормально, ну все-таки достаточно далеко было. Так, Шрацую под плотным контролем авианосца, сейчас я думаю, подойдет еще и Чапаев и будут у него проблемы, такие же, как и в прошлый раз. Да, да, да. Шрацую пытается делать то, чего делать, и в общем он никак не должен. Он пытается захватить точку под самолетами и для него это заканчивается весьма печально. Атака почему-то, витаминка вытанковывает зачем-то, не знаю зачем. Мы скажем сейчас спасибо витаминке и до встречи в следующей серии. Да, потому что витаминка сейчас закончится под двумя линкорами и пока она придет к дымам Шрацую, туда уже идут торпеды, ну и дымы закончатся, естественно. Плюс торпеды идут в дымы. Так, вот витаминка разворачивается, подставляет борт, получает цитадель. И сейчас еще как бы торпеды не поймать. Давно вот так цитадель не читалась витаминке, да. Свежая, вкусная цитадель. Совершенно непонятно, зачем он сюда шел. Так, все, отсветился витаминка, торпедка заходит, не заходит. Витаминка сейчас может не сгореться. И снова две точки у Хулхауса. И ордер заползает на точку А, совершенно непонятно, зачем вообще идет ордер на точку А, точка-то взята, им бы сейчас собраться и жахнуть бы на точку Б. скорее всего, они пытаются забрать атаку, которая идет к ним Атака убежит. Это просто без вариантов, потому что он просто отсветится и все. Пока он в свете. Ну, а что у него пока ХП много, потом он потеряет ХП, отсветится, подхилится и опять будет сжечь. Снова Вастер в свете. Вастер играет очень неаккуратно, он на переднем крае, я так понимаю, витаминка опять за свете. Витаминка все, все светятся, все в свете, то есть Каролина, Норка, Шира, Катага. Наш Кагера светится? Никого не видно. Атака отсветился. Вообще никого не видно. Опять АВИК на этот раз сохранил самолеты, но проку от него нуль. Команда Фулхаус с большим орденом стоит в дымах, Норка, Чапаев, Амаги, Кутузов, Бенни рядом с ними курсируют, готовятся дать новые дымы, Кутузов готов тоже обновлять дымы, Чапаев готов в РЛС, в общем, все как обычно. Попытались. Команда тоже весь за ними. Тут без вариантов, потому что истребители болтаются непонятно где, бомбардировщики болтаются тоже непонятно где, в итоге нет света на команду противника вообще. Непонятно почему Шокаку наш не переставит свои самолеты куда-то еще. Понятно, что задача его не бомбить тут, а все-таки свет делать. Непонятно почему нет засвета. Это проблема любой турнирной команды хорошая, АВИК. Поверьте мне. хороший АВИК на вес золота. Я предлагаю выкупить присадку. Присадку выкинуть? Или чем-нибудь шантажировать. Да, трансферное окно закрыто, правда. Дождитесь августа. Так, ну что, АТАГО снова подходит ваша, ему совершенно нечего бояться, потому что, как я говорил, он запросто отсветится и все, и привет. А весь остальной ордер зачем-то продолжает стоять на захваченной точке АЧП. он стоит и светится. Да, да, да. Ну, естественно, потому что линкоры достаточно большие, светятся далеко, а вот фуллхаус почему-то рядом с ним самолетов даже особо нет. Бенсон в свете, по нему идет фокус. Чипаев сейчас получит по-любому это стадо линкоров непонятным образом передвигается. Чипаев поиграл. Это все читаемо, это все турнир. Да, это все конечно слишком. Лекция дает дым, прячется сама, сейчас прячет бисмарка, все корабли они раздамажены в полкафе. Ну, бисмарк то фуловый, но совершенно непонятно, что он там стоит и делает. Повторяется то же самое, команда контролит центр, имеет две точки и просто дефит. А команда соперников БЛС она стоит и чего-то ждет. Да, непонятно, они нету никакого действия, никакого решения, то есть они просто встали на точку А и просто стоят и ждут пока их с двух сторон окружают и просто разрывают, я смотрю, там видим под РЛС стреляет АТАГа. Ну, два АТАГа с двух сторон обнимают и расстреливают и сейчас пойдут естественно торпеды. Хорошая кстати тактика, мне нравится. Два торпедных АТАГа подбираются на расстояние под 10 километров и начинают пробрасывать дымы. Ну, никаких решений нету, команда БЛС просто занята выживанием, грубо говоря, пытаются они выжить зачем-то. Можно было бы, я не знаю, отправить Бисмарка вперед. Я вот, кстати, был на тренинг, смотрел, что рашить можно даже по стоящим в дымах противникам и утопить кстати достаточно сложно, если рашит там большое количество кораблей. Допустим, Бисмарк с Норкой взяли бы рашнули на Б, невозможно у них вполне себе был бы шанс Б и забрать. Ну, это, по крайней мере, лучше, чем просто стоять и помирать в дымах. Да, но тут все понятно. Нету, нету никакого движения, нету решения. Команды просто снижали. Атага и забрать его под фокусом, они тоже почему-то не хотят за остров спрятаться, да? Ну, нету решения никакого, команда просто стоит и пытается выжить под фокусом, все. И не видно, не видно ни одного корабля, кроме Атага, который находится за островом. Пятый сезон ВОЗ. Команда противника получила преимущество. Ну, свет по-прежнему, к сожалению, отсутствует, а наши, я так понимаю, корабли светятся, да? Да, три корабля, свете, Норка, Кутуга, Фатага, все в свете. Я так понимаю, что бомберы находятся, видимо, где-то там с двух сторон, настолько, чтобы светить линкоры, но не попадаться под засвет, да? Да, слушай, вот наши бомберы, они вообще летают на точке J6, я не знаю, для чего. J6, для того, чтобы светить, наверное, Атага и Кутузова, там, и всех прочих. Да, может быть, да. Мне знаешь, кстати, какая идея пришла в голову? Есть же сейчас у авиков новая такая фишечка, что твои самолеты, когда они сбросили там всякие бомбы и торпеды, о, минусует, наконец-то, Атага, сбросили бомбы и торпеды, они становятся менее заметными, соответственно, их можно совершенно запросто подводить куда-нибудь ближе и очень даже запросто светить. Уже наш Беннин, ваш Беннин, пострадал. Бенсон закончился. Атага из пачки, видимо, да, умер, который там стоял? Или вот этот Атага-то живет? Дмитрий, который арендает. Да, Дмитрий живет хорошо и идет он носом на торпеды, но я говорю, что на Атага при должном умении и везении можно жить вообще сколько угодно. Он вообще просто тупо упор вперед. Это я знаю по себе. Атага очень хороший корабль, очень бронированный, и кто бы там что ни рассказывал, понятно дело, борт-снаряды, я думаю, она сейчас поиграет, повезло. Ну, там все-таки фугасы. ББшки пролетели поверх. И пикируют, пикируют Атага. Они уже делают, они уже делают, они уже делают. они уже абсолютно чугавы. Чугавы уже пошли в раж, они панятся, они уже Атагой вытанковывают, скидывают торпеды. Нагера Чифаев, Бенсон вытанковывают, но орка, все, все, все ясно. 50 очков для победы. Ну, давай пока уж тут понятно, что более-менее ничего творится, давай пройдемся по еще, какие ошибки у нас тут, новые есть какие-нибудь? Да все то же самое. Не хватает инициативы, нету какого-то движения. Агрессии, агрессии, нет агрессии. Не сказать, что лишние корабли взяты, неправильные корабли, это не то. То есть, авик немножко проиграет воздух, мало света, первый, да, момент. Второй момент, дефить одну точку, это не вариант. Нужно пытаться сделать хоть что-то со второй точкой как-то ну, это, знаешь, это может быть вариант, если это команда, которая может минусить там противника по засвету, здесь у нас это не происходит, потому что совершенно просто шляпа со светом. Позвольте, кто-то давал орылась и постоянно светила, но это все, фокус сразу же хватает моментально. Ну, сильная команда, фулл хаус, надо отдать ей должное, показала она сейчас, как надо играть. Да, сыграли они достаточно красиво, но вот такие фортили, как выходы там и танкования, атак бортом, с более серьезной командой, конечно, бы не прокатили. Они бы не пошли. Ну, может быть, да, может быть, и не пошли бы. В общем, молодцы, что могу сказать, фулл хаус отлично отыграли, все на 100%, четко, выиграли воздух и все, соответственно, воздух выигран, есть за свет, вся команда в свете и как-то вот так. Да-да. А тем временем, значит, в группе А Pride в Кипер Пареи выиграл у Банды Силиэнс 3-0, значит, Pride в Бутрейд выиграл у Киришима БЛС 2-0 и фулл хаус с тузами пока неизвестно, русский Альянс и Смайловым пока неизвестно. Ну, посмотрим, посмотрим. Я думаю, что пчелы, пчелы, это фавориты турнира. баконов сквадовских 3-0. Как я и говорил. 39-й вал казачьих флотили выиграли 3-0. Пальмир Атим Эбул опять техничка, Туманники с русским Альянсом пока непонятно. Группа С, Russian Альянс выиграл 3-0 у Юнайт, Юни Вайдет о май гад. Смайлы выиграли у Флитов Глори, Огл с Кракеном пока неизвестно, Шторм с Альянс и Флитом пока неизвестно, ну и Фулл Хаус видели, Харума выиграли и 3-0. Ну, что делать, пожелаем мы удачи нашим новичкам и поздравим команду Фулл Хаус, они молодцы, сыграли просто на отлично. Спасибо большое команду, за что они разрешили тринить, не в прямом эфире, но тем не менее, вот. Да, надеемся, что увидим еще мы какой-нибудь интересный киберспорт, по крайней мере, вот матч между драконами и пчелами я бы с удовольствием поглядел. Да, кстати, я бы тоже посмотрел. Сейчас хожу в ТС-ку и узнаю, у кого. А он сейчас уже идет, что ли, да, это сейчас матч идет? Да, сейчас матч, но он уже закончен. Жалко, жалко, такой, конечно, матч был бы прям вкусненький, ну ладно, ничего не поделаешь. Ладно, Скип, тебе большое спасибо. Да нет проблем, обращайтесь, всегда рад. С удовольствием, в общем, с вами были Александр Петров, он же Туди и Скипи. Он же Владимир Владимирович. Владимир Владимирович, все, друзья, всем пока, увидимся.